Плановые огляды по мягчимости откладываются. У экстренных выпадках допомога оказывается обовязкова. У Гомельском центре ветеринарной медицины призвучаются до работы у несприяльный эпидемиологический период и принимают необходимые меры, чтобы оборонить господаря своих четвероногих клиентов и сотрудников от заражения коронавирусной инфекцией. Как у себя отработано на практике, доведилась Марина Джалая. Кошка София зломала зубы. Довелося выдалить и вот сейчас трапить на необходимую при таких умешательствах консультацию. Господар Живела об новых правилах наведывания медцентра ведал. Пришел массы и докладно до часу своего приема, как не контактовать с иншими людьми. Прочитали новое правило, что нужно только в масках посещать. В принципе, их не нарушаем. Мы сами относимся к этому положительно. То есть зачем болеть? За животным все равно будешь ухаживать. Ранее у ФАИ медцентра зауседы было шмат клиентов со своими питомцами. А зараз пуста. С одного боку, плановые огляды медики мкнутся откладывать. З иншого, чекать свои шарги, людям пропонуть на улице. У автомобиля альбо на лавочце. Можно и в медцентре, але звонку больше безопасно. Подъезжают, у кого есть возможность на автомобиле, на парковку, звонят нам на рабочий номер телефона. Говорят о том, что они приехали по записи, называют фамилию. Мы их отмечаем. И когда приходит время приема, мы звоним опять-таки нашим пациентам на мобильный номер телефона и вызываем их на прием. Например, эта шиншила без лечения могла бы загинуть. Уживела хвороба, за которой она перестала есть. Треба подразать зубы. Усим господарам кроликов шиншил морских свинок специалисты нагадывают контролювать это. Такая проблема – видовочная причина прийти до ветеринара. Шиншила у нас перестала кушать. Началось слюнотечение. Делать мы ей будем подрезать шипы на зубах. Для того, чтобы шиншила у нас могла нормально кушать, нормально могла грызть коры, нам необходимо сделать такую вот процедуру. А если бы не сделали, то что? Она бы погибла. Кварцевые лямпы, дезинфекция поверхня, урушек дверей, антисептики, скорочение колькости пациентов. У медцентра имкнутся, как наведывальники отшивали себе больше спокойно. Але и людей при записи на прием просить, как приходили у масках, по махчимости у пальчатках. Клопотятся тут и об своих супрацовниках. Размова як о предоставлении в отпусков, так и об особливых умовах працы. Приняли все рекомендованные меры для защиты своих сотрудников. Всем рекомендовано находиться в масках, всех животных осматривать только в перчатках. Просить людей быть на отдалении чуть-чуть. Всем тоже предоставлены антисептики в большом количестве, чтобы обрабатывались руки, поверхности. Маски получают наши врачи на складе, меняют их каждые два часа. Ну, во всяком случае, всем так рекомендовано. Усе мы зараза казались, я кажусь, у одной лоцы. Але заховывать спокоек, лопатиться в своих близких, у тым леку любимых питомцах. Гэта так сама важна, гэта чалавечна. Марина Джалая, Валерий Гапанько, Телерадо, компания Гомель.